Меня зовут Владислав, Новиков Владислав. Я приехал из Аханбельской области и город Шенкуш. Маленький городочек лесорубов. Все валят лес. Но это не важно. Важна информация. Это важно. Это значит, поток шел зимой. Та информация, которая пришла, я просто в долгу перед Анастасией. Потому что кто бы эту информацию выдал, я им просто должен передать дальше. И что вы будете с ней уже делать, уже ваше дело. Я так считаю, что это она вас всех привела. Изнутри, что тех, кто должен был прийти, они всех ищут. Значит, вопрос заключается в чем? В том, что нас долго и упорно обманывали. Насчет земледелия, насчет земли. Если мы возьмем какое-то растение... Шевчий слой. А, я не знаю, что... Поближе будет. Что нам нужно от растения? Был такой величайший американский ученый, Кари Риэмс. Кари Риэмс в сельском хозяйстве творил чудеса. Вот. Одно из чудес, которое он делал, он созывал кучу гостей к себе. Домой, накрывал большой стол, ставил большую миску с салатом. И когда все гости рассаживались, он просто каждому подавал чайное блюдо. Баренькое чайное блюдечко. И гости недоумевали, издеваясь, мужик, взрослые люди пришли. Что? Но он с важным видом раскладывал всем этот свой салат. И гости не могли осилить даже добавки. Настолько питательным и настолько вкусным был этот салат. Все. Чуть-чуть съели и надеялись на целый день. Это настоящая пища. Это вот та пища, которую Анастасию гоща Владимира Николаевича. То есть одного огурчика хватит, чтобы продержаться целый день. В чем заключается вопрос, который фантастически решил корривирус? Нам от пищи требуется 80% энергии и 20% хронических элементов. Вокруг этих 20% хронических элементов, вокруг азота, фосфора, калия, вас крутят, 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 добавляйте, добавляйте, добавляйте. И все. На этом все заканчивается. Чего положить, чего не положить. Получились они нитратными, нитратными. Вот эти 80% о том, как поднять энергетику растения, полный ничем. Никто, ни слова, ни о чем. Американские ученые стали разбираться. А как же поднять вот эту энергию растения? Как закачать в растениях? То есть постановка задачи. У нас есть растения, нужно закачать в это растения огромное количество энергии. Тогда вы съедаете это растение, и вам хватает одной травинки, чтобы целый день бегать, творить. Не знаю, там, книги писать, там, песни петь. Все, что хотите. Энергия ваша. Задумались. Подошли к этому вопросу с научной точки зрения. То есть посмотрели, как закачать в растениях энергию. Посмотрели, что у растения, так же, как у человека, у всего остального, есть китайские меридианы. По этим китайским меридианам у нас течет биоэнергия. Мы на солнышко вышли, постояли, биоэнергия запаслись. Попробуйте просидеть там в каком-нибудь подвале долго, и все, эта энергия не поступает, и человек становится слабый и хилый. Сказали, хорошо, тогда давайте сделаем тонкое тело растения очень мощным. И тогда оно принимает огромный поток солнечного света, и оно не задыхается, оно становится вот таким. Потому что если на слабое растение подать сильный поток солнечного света, то оно просто загнется. Перепарите в теплице те же огурцы, и все, заходите, а там все уже вот так вот лежит. Это нельзя. То есть, если тонкое тело растения очень сильное, плотное, то вы получаете... Это как аккумулятор, да? Там на какой-нибудь тысячу миллиампер, да, вот сколько он примет, сколько он примет. А если там 30 тысяч миллиампер, то он примет, соответственно, очень большой заряд. Стали изучать, а из чего же сделаны вот эти вот китайские меридианы. И в Америке произошел прорыв. Они нашли, из чего сделаны китайские меридианы. А это сделал... Так, а у нас чем стирать? А там какие-то тяпочки, если ездят, то, конечно. Да. А еще расскажите, Владислав, салфеточки вам дайте. Я не знаю, я тряпку уже взял, да, ну. Салфетки есть и влашные, тут, там всякие. Расскажите, 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 американского пири... Кари Риэмс. Кари? Кари Риэмс. Риэмс, ага. О, я про него очень много расскажу, потому что это был ребенок унбурхин. А, куда это? Ему, когда было 5 лет от рода, ему, когда было 5 лет от рода, ему отец, у него отец был богатый землевладелец. И мой отец доверил большой участок своего хозяйства, в котором он выращивал там кукурузу, брюху, еще что-то. У него были свои рабочие, он руководил полностью процессом 5-летний мальчик. Потом этот 5-летний мальчик получил два образования, причем там в лучших каких-то учебных заведениях американских. Он получил образование агронома и он получил образование врача. Когда он начал свою практику, он сказал, что я демонстративно не буду вступать в ассоциацию американских врачей, потому что они лечат не то и не о том и не так. Он создал свою теорию РБТИ. Риэмс Биологический Теорий О'Ионизация. Да, с помощью этой теории он брал онкобольных, которых отправили домой спокойно умирать. За год из 10 тысяч онкобольных он не вытянул только шестерых. То есть там был процент выздоровления 99 и 96. То, что не достигал никто и никогда. И Риэмс говорил, что... Это были знаменитые тесты Риэмса. Риэмс делал тесты для земли и тесты для человеческой крови практически одни и те же. И он говорил, что пока у человека плохая кровь, пока в крови нет энергии, нет микроэлементов, редкоземельных элементов и так далее, пока у человека кровь слабая, там всегда будут паразиты. Какие бы вы противопаразитарные травки не пили, что бы вы ни делали, кровь слабая, там будут паразиты. Чтобы кровь сделать сильной, вам нужны сильные растения. Чтобы были сильные растения, вам нужна сильная земля. То есть все идет от сильной земли. Если есть сильная земля, значит у вас будет сильная кровь. Да, наследие Риэмса достойно глубочайшего изучения, потому что он сделал фантастику, но сделал простую фантастику, которую каждый может повторить. Мы закрыты от него железным языковым занавесом. Его вообще не переводят, о нем молчат. Какое время? 50-е, 60-е годы. Прошлое века, да? Да. Значит, был такой другой американский богатый землевладелец, фермер, у которого были на территории золотые привиски, Дэвид Хадсон. Он на своих золотых штольнях проходил и видел, что какой-то белый порошок на штольнях, а ему так хотелось больше золота получить. Он велел этот белый порошок на стенках собрать и отдал этот порошок в лучшие лаборатории американские. Говорит, исследуйте-ка, что это за порошок, там что за элементы. Может, мы из него сейчас золото налепим. Лучшие американские лаборатории занялись исследованием его порошка и смотрели разные металлы в составе, непонятно что, и один человек догадался провести простой эксперимент. Взяли чашку весов и на эту чашку весов положили этого порошка, а под чашку весов подставили газовый горелк. Горелка стала нагревать чашку, и возникла странная вещь. Порошок стал исчезать, весы ушли в ноль. Убирают горелку, порошок вдруг появляется, весы показывают вес. Опять нет ничего. Убирают, опять показывают вес. Подключилось, все разведательные управления подключились, НАСА подключилось, СРУ, значит, выделили огромные деньги, стали исследовать, что это за порошок. Оказалось, что если наездце этого порошка, возникают левитационные свойства, ясновидение возникает, чего тут нет. Там целый фильм есть об этой истории, как это все, какой у них был переворот, и сколько они там шума навели с этим порошком. В частности, выяснилось, что этот порошок является сверхпроводником при комнатной температуре. Если этот порошочек вот так вот рассыпать по кругу и подвести в магнитное поле, то там возникает электрическое поле, которое бесконечно крутится. То есть мы получаем сверхпроводник при комнатной температуре, не надо ничего опускать ни в какую коллегенную камеру, не надо замораживать ничего. Просто порошочка насыпали, поле подвели, возбудили контур, и все. Он крутится до бесконечности. То есть с него можно снимать энергию? Да. Он является, с него можно запасать энергию, на нем можно в космосе перемещаться, не летать, а просто в одном месте исчезнуть, в другом появиться. Как его назвали? Этот порошок назвали Ормус. Сейчас я расскажу, почему его назвали Ормус. Ормус. Значит, суть этого... Ормус или Ормус. Сейчас я тебе все расскажу. Докопались, значит, как это сделан, этот порошок из чего? Докопались, докопались, разобрались, что за порошочек. Если мы возьмем какой-то атом, у него в центре находится положительно заряженный ядрой. Ну так скажем, смодулируем. Там сейчас говорят, что гораздо сложнее все, но эта модель рабочая. В центре какое-то положительное ядро. Вокруг ядра движутся электроны. Так, B, S, P, D, F, орбитали, там какой-то в металле какой-то несбалансированный электрон летает по наружной орбите, которая отрывается, там электрические связи создает и так далее. Оказалось, что если на атом подать очень большой поток эфирного ветра, Земля находится в потоке эфирного ветра. Это гораздо более мелкая частица, чем атом. Земля летит в потоке этого эфирного ветра. Это поле гонит эти частицы. По всей Вселенной, да? Да. То есть это эфир, да? Да, то есть Эйнштейн кричал, нет эфирного ветра, а другие там двое в это время сидели, тщательно измеряли скорость эфирного ветра в разных частях Земли и так далее. То есть у них там такие баталии были. Но тем не менее, как говорит Кен Рохла, что специалисты НАСА очень хорошо знают, что такое эфирный ветер и какие у него характеристики. Все прекрасно. А другие посылают к Эйнштейн. Который говорит, не зафирный ветер. Да. То есть оказалось, что электроны внутри ядра крутятся с такой скоростью, с такой скоростью дует на них эфирный ветер. Как вентилятор. Если на вентилятор дует сильный поток ветра, то вентилятор крутится быстро. Ветер дует медленно, и вентилятор крутится медленно. Оказалось, что если на какой-то атом подать очень сильный поток эфирного ветра, то электроны на внутренних орбитах раскручиваются настолько сильно, что происходят выбросы электронов на внешнюю орбиту до ее завершения. И такой атом, он завершает внешнюю оболочку и становится одноатомным элементом. Чтобы его соединить с чем-то, нужно приложить достаточно большую силу. Эти атомы обладают как раз сверхпроводимостью при комнатных температурах и выглядят как белый керамический порошок. Этот порошок Дэвид Хадсон запатентовал как Ормус. Орбит или реоренч, монотоник юниц. Орбитально перестроенные моноатомные элементы. Юниц частичек. Орбитально перестроенные моноатомные элементы. Оказалось, что вся живая природа просто охотится за этими атомами. Эти атомы, все живые существа стараются вырвать откуда только можно, получить любыми путями. Потому что из этих атомов выстраиваются меридианы в телах растений. То есть мы недалеко от этого ушли. Мы то же самое. Наше тело старается получить Ормус откуда это ни... С любого источника, где его можно... Осталось сделать только эфирный вентилятор и все, и ну... Да, два пути. Владислав, а вот что-то как-то упустило, я может быть... А в этой прииске откуда столько этого Ормуса взялось? А, расскажу, да, расскажу, где получать эти Ормус-элементы. Нет, откуда столько этого порошка белого взялось, отсюда не возьмите. Говорили, что все было бы усыпано им белым порошком. Все правильно, вопрос корректный? Расскажу. Наша задача просто взять эти Ормус-атомы и просто накормить растения этими Ормус-атомами. Тогда у растений возникает очень серьезное, плотное, тонкое тело, и мы можем вгонять туда огромный поток энергии. И тогда возникает гигантизм растений. Вот, честно, растения станут большими. Вот эти все сказки о том... Сейчас вот на поляне там дедушка с гуслями сидел, значит, рассказывал, какие были огромные растения, и все... Это он рассказывал правду, потому что когда растение накормлено большим количеством Ормус-элементов, оно становится таким огромным не от нитратов, а от того, что в нем запасено огромное количество энергии. Значит, на сохранении, извините, корректный? Да, корректный. Крепко, да, сказка про рект. Потянутся большое? Да, там очень большое. Давайте сразу... А где врачи? Где космонтик? Да, возникло два пути. Значит, для американских ученых, которые работали над этой проблемой, сразу возникло два вопроса. Значит, можно идти двумя путями. Первым путем пошел в том числе наш Левашок Николай Диктор. Вот я хотел про Левашок. Слышали о Левашок, да. Значит, Левашок пошел по пути создания генератора, как раз эфирного ветра. Левашок написал вот такой вот опция двухтонник, который называется «Источник жизни». Он рассказывал, что он у себя в поместье во Франции поставил большой генератор темной материи, как он это называет, Левашок. И что у него там пальмы зимой при снеге, бананы, там растениям, мороз, не мороз, абсолютно все равно, цветы огромные, все благоухает. Тут даже вот если взять наших, значит, вот пирамида, которую уронили, пирамиды голода, которая на Рижском шоссе была. Кстати, рифтилоиды, это была просто атака. Они вызвали эфирное оружие вихря и вихрь уничтожил пирамиду. Но там у них было 64, по-моему, пирамиды, 63 вокруг Москвы стоят, они защищают Москву. Поэтому в Москве так хорошо. Сразу очень просто приезжали. Нет, я просто поражен, потому что наши вояки выложили огромные деньги, чтобы построить пирамиды. Чего там, ворот же в Москве. Это же... Это мы не чувствуем эту хорошую... Нет, нет, нет. У нас все лучше. Просто помню, что наши военные выкладывают огромные деньги, чтобы построить пирамиды, в которых не единого гвоздя. Чистый пластик, просто сделанный по очень дорогим технологиям. Просто так пирамиды бы не стали ставить с такими вложениями, вложениями просто там чуть ли не миллиардами. Почему они еще не уничтожили? Это без правды. Один путь — это генератор. В том числе Николай Левашов. Можете просто эту книжку... Можно даже не покупать, полистать. Там она вся наполнена вот этими фотографиями. А как она называет? Очень вкусных растений. Источник жизни. Источник жизни. Да. Второй путь — это найти в природе, замерзи вот этих вот Ормус-элементов. Американцы, они тайком содержат генераторы. Они генераторы не показывают. В том числе у нас в тайных обществах в России есть эти генераторы. Ребята в Москве, мне один генератор хотели продать. Вот я здорово купил, до сих пор локти кусаю. То есть это был настолько мощный генератор. А причина? Непаковки можно, значит, рассказать? Рассказать? Причина, да, непаковки. А, значит, хорошо. Вот рассказываю. Несколько лет назад я приехал в Москву и пошел на книжную венозность в Москве в Олимпийском. Значит, книжки, 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 значит, между лотков. У них там подвал, спускайтесь в подвал, значит, там дальше идут лотки. Я спустился в подвал, там книжки, книжки, и вдруг сидит девушка, значит, у нее на столике из медной проволоки, спаянные фигурки всякие, интересные, смешные. Вот я подхожу, говорю, ой, что это у вас такое? А она говорит, а ты поднеси руку. Кубик такой стоял. Кубик стоял, говорю, ты неси руку. Я поднес руку и руку вот так вот откинула. Я просто был шокирован. Из пунктов. Там вот, это, не представляете себе, вот этот поток биоэнергии, он настолько фантастический. Я говорю, что это? Она говорит, так это пункт метатрона. Ты купил, у тебя в огороде все будет хорошо расти, здоровье будет очень хорошее. Я так посмотрел и я так гордился, что я хорошо паяю из медной проволочки сейчас. Сам все сделаю, да? Вот, какой-то кубик она мне предлагает из этой копеечной проволоки, значит, видно, что спаянные руками. Думаю, что я пять тысяч буду выкладывать-то? Я сам приду, сейчас все паяю. Это был генератор. Это был огромный силный генератор. То есть сам, вот с тех пор я очень четко понял, что самые сильные генераторы это фигуры сакральной геометрии. Это даже не генератор на кристаллах, это не генератор на органах. В чем этот куб боится? Ты не смог его повторить. Он был сделан, во-первых, в размер мегалитического ярда. Ты его не знал? Нет. Это я сейчас разобрался уже, что это мегалитический ярд, что это мера, по которой делали все пирамиды, все сакральные сооружения древних цивилизаций. Вот, и второе, это более важно, что этот куб был активирован. Активировать куб, я не знаю. Вот. Да, то есть, если бы у вас был куб, вы могли бы в поместье, где-то посередине поместья, поставить просто куб в пакрона, и потом смотри, что делается-то. И причем, Кенрохо говорит, что рядом с пирамидами голода стали вырастать растения, цветы какие-то странные. Они пригласили биологов, спросили, что скажите, что такие очень красивые цветы. Оказалось, что эти цветы вымерли где-то тысячи лет назад. То есть, вот, сами геномы растений, даже которые вымерли, не сохраняются. Если подать большой поток эфирной энергии, то эти растения вдруг оживают и возвращаются сюда. Представляете себе, что это? Это возвращает к жизни гемо-искаженные растения. Потому что сама информация содержится в ДНК. ДНК – это эфирная антенна, которая соединяет нас с настоящей ДНК. Эту антенну можно исказить, но настоящей ДНК исказить нельзя. При подаче хорошей энергии генератора ДНК восстанавливается, антенна восстанавливается и гемо-растение возвращается к изначальной форме. И человек это тоже сам может быть. Да, да. Это мы просто отвлекаемся от того, что говорили. А ты не возвращался туда, не пытался их найти? Да, да. Я возвращался, я пытался найти, я спросил всех торговцев, которые были рядом. Чего-то не слышали даже, да? Да. Они все, говорят, не видели никакой мы девушки, ничего здесь. Все моменты пристили. А я знаю, что я не сумасшедший, что я... Слово, они потом водили, Как я? Не живой. Это получается кем-липси, это получается, вернее, Да, то есть, то есть, причем эти ребята еще дали мне визитку, сказали, приходи в наш эзотерический клуб, визитка исчезла. Нет, мы все равно не успеем. Да. А что вместе, конечно? Вот, и поэтому, если кто-то выйдет, допустим, церонно-скажите, у нас есть эти... А у меня что, у нас есть открытие. Анастасия не говорила, что в центре поместья никакой губы, но проверной генератором является сам человек. А у Анастасии, значит, такой генератор лежит в озере, который Володя поднимал. этот камушек, который глубоко нырнул, поднял, и потом этот камушек распускал очень большую энергию, и Анастасия просеяла пальчики открывать. Но это в том, что камень здесь не является сутью. Суть является сама Анастасия, ее сын. Нет. В камушке... Нет. Анастасия, из-за этого озеро не заинвязает. Из-за этого... У Анастасии получилось выросить эти луксы. Я к тому, что не камень важнее, а она... А, это я расскажу. Она генератор. Да, да, да. Все правильно. Не камушком выращивали, выращивали нормус минерала. То есть она нашла то место, где были залежи нормус минерала. И там это как раз выросло. Вы хотите сказать, что в каждом поместье есть залежи нормус минерала? Но тем не менее Анастасия не разделяет. Да. Значит, мы сразу, когда переходим ко второму пункту. Первое – это генератор. А второе – это найти в природе залежи нормус-элементов. То есть нормус-природный. Группа американских ученых, причем большая группа американских ученых, занялась поиском нормус-элементов в природе. Было написано достаточно много диссертаций, научных работ, все засекречено. Но Харли Лайл – У которого прииск, нет, это Дэвид Хатсон. Харли Лайл написал книжку «Эн Лайлен «Живительные каменные порошки». Лайл – она продается за 15 долларов на ebay и можно просто купить и прочитать, кто владеет английским. Живительные каменные порошки. Нет его переводов, да, еще в интертакте нет его? – То, что я высказывал, вообще ни слова на русском. Вообще, это чисто английский. – А у нас английском-то угадает. – Идет с нами. – Идет с нами. – Я с ней очень. – Я с тему веду, а потом Анастасия уже каждого из вас будет вести. Она уже каждому подскажет, как дальше идти. Моя задача просто вам сейчас передать вот ту ниточку, по которой нужно взять, которую мы будем делать. – Это, кстати, новое видение Анастасии и всего на свете. – Ах, стали искать, значит. – Ага, давайте туда. – Лайл, да, Лайл написал книжку «Живительные каменные порошки». – А, оказалось, «Живительные каменные порошки». «Эн Лайланд Рок Паудер». – Выяснилось, что природа постоянно снабжает всю Землю вормус-элементами. – Потому что вся жизнь на Земле зависит отормус-элементов. – Природа решила эту задачу гениальным образом. – Если мы возьмем Землю, то на Земле есть лукан. – Когда лукан активизируется, из Земли идет огромный поток эфирного ветра. – И эта развееченная лава, через которую проходит гигантский поток эфирного ветра, активизируется, переходит в вормус-состояние. – И эти вормус-элементы просто потом разбрасываются по Земле в виде вулканического пепла и вулканического камня. – И таким образом Земля полностью минерализуется вормус-элементами до следующих извержений вулкана. Лайл стал искать все вулканические породы, которые есть на Земле. Он пошел и стал перебирать все камни. Он систематизировал в этой книге. Кстати, книга, ее американцы просто зачитываются. Она настолько здорово написана. Великолепным языком сказано, как применять эти камни для растений, что из этого получается. И в том числе Лайл постулировал очень важную вещь. Оказывается, у вас будет очень хороший урожай, если ваша Земля обладает сильными парамагнитными свойствами. Парамагнитик – это если вы подносите магнит к чему бы то ни было, и это что-то притягивается к магниту, то это парамагнитик. Если вы подносите магнит, и это нечто начинает отталкиваться от магнита, это геомагнести. Независимо от того, каким полюсом подносишь магнитик. Да. Они взяли первое оборудование, которое измеряло парамагнетизм. Они его переоборудовали. Сейчас прибор можно купить, он 500 долларов стоит. Измеритель парамагнетизма. И это уже не Лайл, это другой американский ученый, который там получил большие премии за это. Ну, его очень похвалили. Он разработал таблицы парамагнетизма. Он промерил на парамагнетизм все камни. Он промерил на парамагнетизм Землю. И они вывели таблицу, при каком уровне парамагнетизма у вас будет хороший урожай. А если парамагнетизм слаб, у вас будут плохие урожаи. То есть, можно даже не пытаться что-то выращивать, можно просто с этим прибором подойти к Земле и померить парамагнетизм. И сказать, будет у вас урожай или не будет урожай. Что с этим парамагнетизмом делать? Оказалось, что эти урожай минералы обладают очень большим парамагнетизмом. Все рабочие урожай минералы, это большие парамагнетики. И это все камни, которые кончаются на лифт. Что кончаются на лифт? Лифт, а лифт? Агвелит, перлиц, церолит. Их очень много, этих лифт. Агвелит, я думал, что это искусственное. Агвелит, он преобразован. Да, агвелит, это не тот. Это в этот проскоптический минерал. И капролит. Да, 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 все лифты, все лифты, это глубокий тормоз к минералам. Капролит, капролит? Ну да. Наша задача, наша задача очень проста. Да, мы берем эти камни. То есть мы берем эти камни с камни. Какие здесь? Взять в магазине. Например, я нашел очень хороший циолит, фатенецкий циолит. 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 Вот циолит, я вам прохожу просто. Это не для печи, вот? Девцы. Его арго продает по 200 рублей баночку, хотя его можно купить за килограмм, по 6 рублей. Это циолит. Его нужно кушать прямо так. Вот прямо на ладошку, и у него огромное количество целебных слоев. У него микроструктура не будет. Блин, что? Это циолит. Это не для печи. Ты где покупал? Сейчас не для печи. На лейнер. Как-то на лейнер, да. На лейнер. Может, пока пусал на лейнер. И я съем, чтобы показать, что... Значит, название сайта. Вот циолиты бывают разные разные. Нет, меня никуда вам говорят. Самый интересный, это хатынинский циолит. Он специально позиционировал, как мощный почво-улучшитель для сельского хозяйства. Я его покупаю в напряжении Экошоп-24. Да, Экошоп-24, там хатынинский циолит. Вот это оттуда циолит. А сколько циолит? Там где-то 34 или 24 рубля килограмма. Где-то такая цена. Но просто мы тут, с ребятами выясняли, где можно взять... Есть не только хатынинские циолиты. Есть там... По всей стране у нас очень много циолитов, которые разрабатываются, которые можно применять. Просто этот самый мягкий и порошок буквально рассыпается. Остальные циолитов. Остальные циолиты. Так и есть. Нет, это нужно вам. Нет. Нет. Это я с мешка. У них там мешки по 25 килограмм. Это я просто с мешка насыпал. Вот вопрос. Потому что я его ем постоянно. Я с собой просто взял. А здесь можно неограниченно, да? Ого. Прочитайте в интернете. Там столько свойств. Потому что он выходит тяжелой инициалой. Нежалую инициалу. Нежалую инициалу. Такое удобрение. Абла. Абла. Да его кладут куда только не кладут. Его арбло продает по 200 рублей баллочек вот таким маленьким. Арбло. Арбло не покупаете. Нет. Там у вас не будет циолит. Там дорогое. Так. Что с ним отвлекаться. Значит, мы получили. Мы получили орны с минералов. То есть я вам сказал, где их взять и как они работают. Они даже сами по себе при добавлении почвы работают великорректно. Но есть очень большой секрет их применения. И вот этот большой секрет от нас тщательно-тщательно скрывают. И этот секрет мы сейчас с вами разберем. Допустим, вы добыли вот этот вот камень. Он большой. Сначала его подвергают механическому дроблению там, прямо на горно-перерабатывающих предприятиях. То есть та фракция, которую вы получаете, где-то 1-3 миллиметра. И эта фракция также очень большая для того, чтобы растение могло от нее отщепить орны с атома. Растению нужны ангстеренов размера. То есть ангстеренов размер атома. То есть этот камень нужно расщепить до атомного размера. Механическими дробилками мы расщепили. Дальше работают микробы. Микробы. Во-первых, идят эти камни. А во-вторых, они ошпаривают очень сильной органической кислотой, от которого камни рассыпаются. И наша задача, теперь, вот эти вот ормос-порошки, которые мы получили, напустить на них микробы. Микробами наверняка многие за вас занимались. Какие мы микробы знаем? Что у нас есть под рукой? Байкл, там всякие. Да. Микробы. Микробы. Значит, у нас есть два вида эрма, эффективных микроорганизмов. У нас есть шавлинские микроорганизмы, те, которые в Байкал. Да. И у нас есть эффективные микроорганизмы японского профессора Тиро Хика. Это удобрения, которые у нас только во Владивостоке представительства. Ну, они под Москвой еще их выпускают там. Это Восток. В Востоке. В Владивостоке. Просто больше, кто-то равно заквасит, типа Гаэль. Да, да, я до этого люблю. А можно спрятать выслов? Ой, это самое. Ой, извините. Почему? Да. По поводу сияния. К каким микроорганизм отнести? Сияния вот всякие разные там эти микроорганизмы тоже? По-моему, в Айкалус. Айкалус? Ну да, старатели, калифорнийские и так далее, у них все очень много микроорганизмов. То есть мы можем так же написать биогумус. А вот эти называются кофролиты, да? Да. То, что червики производят. Биогумус, значит, на этой основе у нас будет гумистар, будут верми кофе, верми чай и так далее, и так далее. То есть, да просто вот с червей воды на них налили, и вот то, что слилось, оно все будет, верми кофе. А это третий вид микроорганизмов, который у нас есть. И Айкалус у нас сделан на животной основе, то есть они на кобыле молоте это в основном делают. Терролхига работает на растительной основе, биогумус, соответственно, с червей получаем. И четвертый вид, мощный вид микроорганизмов, который у нас есть, это Акаче. Акаче. Аарированный компостный чай. Аарированный компостный чай. Слышали про компостный чай? Кто про компостный чай слышал, аарированный? Ну, там кислород подводите. А, бурбуля. Да. Сами делали. Значит, аарированный компостный чай, ой, осваивайте, пожалуйста, все. Это мощнейшая вещь. Это вот в ведрах, да? Значит, аарированный компостный чай. А вот эти микроорганизмы, они анаэробы. Они не любят доступа кислорода. А очень большую работу на поверхности почвы, те более глубоко, и те более глубоко сидят. На поверхности почвы работают воздухорюбливые микроорганизмы, аэробы. Аэробы можно как раз вырастить в огромном количестве с помощью аарированного компостного чая. Очень серьезной этой проблемой занимались американские исследователи. Но у нас есть счастье, потому что Акаче очень подробно разобрал Геннадий Распопов в книжке «Как вырастить эко-оргород». Геннадий Распопов, как создать эко-оргород, по-моему, книжку. А Распопов? Распопов. Геннадий Распопов. Как создать эко-оргород? Значит, в красу, чтобы долго не рыться, не искать, система очень простая. У вас есть грядка, так скажем, с помидорами. И на этой грядке стоят одни помидоры. И там в почве будут преобладать микроорганизмы, которые приспособлены только под помидоры. Но, чтобы помидоры получили все питательные вещества, там нужна полная микрофлора, которая есть только в диких... Даже не там, а вот где старая компостная куча, и где возникает естественный гигнетизм растений. Где стоит вот такая крапива. Или вот такое что-то разросло. Это значит, что там очень большой состав микроорганизмов, и оттуда их можно взять. Но при этом нам нужно их очень сильно размножить, чтобы потом пролить помидоры. И чтобы они помидорам дали все, провели все химические реакции и выдали помидорам все, что им нужно. А для этого придумали очень хитрую вещь. Они взяли, пошли, собрали стаканчик вот этой земли, в которой очень много этих разных микроорганизмов. Мы взяли питательную среду для этих микроорганизмов. Это либо солод, либо свекольная патока. Потому что сахар в них грибы размножает. Тут надо что-то такое более основательное. Это там старое варенье или что-то такое. Но самое лучшее – это свекольная патока и потом это солод. Там немного надо. Там буквально надо шприц 20 мл, и уже хватает. Вот. Свекольная патока у нас где-то. Свекольная рыць – это там 200 литров будет сахарный сахарный сахарный? Не-не-не. У нас попова там все очень подробно расписано. Я вам просто, чтобы долго не было, чтобы вы просто сейчас в тему вошли. Что с чему, поэтому я рассказываю, чтобы у вас в костях был. И исследователи, исследователи и выяснили, что чтобы полная гамма микроорганизмов размножилась, еще нужно немножечко рыбной эмульсии. Рыбная эмульсия – это просто вы берете рыбий голову. Три головы хватит вот так вот. Даже одной головы хватит. И просто ее варите на медленном огне часик или два. И все еще будет. Нет, нормально. Я в русскую печку, ну у меня там не русская печка, голландка хорошая, поставил на ночь, у меня там с утра уже все было. А солото в каком виде? То есть вот по пророски его размолол и бросил туда? Солото я покупаю в интернет-магазинах. Но на молоте уже. Нет, нет, солото это такая сладкая рыжа густая. Почему? Продают в канистрах. Все, я понял. А свекольная патока откажливает коров для того, чтобы у них был больший удоль. То есть на фермах свекольной патоки очень много. Можно просто съездить на ферму и свекольной патоки просто попросить налить с литра, вам хватит очень много. Ну это просто... Следующее, что нам потребуется, это рыбная эмульсия. Третий стаканчик это будет рыбная эмульсия. То есть вот это вот... Рыбная эмульсия вообще нужна чуть-чуть, там буквально чайная ложка нужна. Это рыбная эмульсия, там хватает. То есть это бульон вот этот вот, рыбный бульон из долга. Если 10-литровое бедро, то там будет обычный стакан земли со всеми микроорганизмами. 250 грамм. Да. Там будет полстакана где-то солода. Или патоки. Да. И будет чайная ложка рыбной эмульсии. А рыбная эмульсия это вот этот вот... Причем там Роспопа в своей книжке подробно разбирает, когда что класс. Потому что для сада требуется немножко один состав. Для огорода требуется немножко другой состав. Вот. Поэтому вы просто у Роспопа спокойно все это прочитаете. Видео очень много в интернете. Там ребята уже это все расвоили. Уже все выложили, как в бочках, уже в интернет-магазинах, значит, продают уже готовые наборы прямо для создания ЭКЧ. Вы можете купить там для 200-литровой бочки, для ведра и так далее. А его вгурбулировать надо? Да. Значит, потом мы все это загружаем в ведро. И оно 24 часа. Берем компрессор. На 10-литровое ведро нужен компрессор, который дает где-то 4 литра в минуту. То есть это акваримный? Да, акваримный компрессор. Маленький компрессор. Да. 4 литра в минуту на 10-литровое ведро. И потом оно все-таки стоит. И, соответственно, можно это... Пропорционально, если это на бочку, соответственно, значит, там не 4, а сколько, 8 литров. Да. То есть я на каче отвлекся, потому что это важно. Применяйте, пожалуйста. Это очень мощный штат. И она нужна в нашей системе. Это часть нашей системы. И на сколько опустает этот кокус? На 24 часа. На 24 часа потом разбавляете где-то. Раскопус там говорит, там 1-10 примерно разбавляетесь водой. И проливаете просто свои грядки. И там сразу же растения приобретут такой изумрудно-зеленый цвет. Станут больше, станут сильнее. Понятно. А компрессор сколько нужно держать? 24 часа. Срок годности состава 4 часа. После этого там эти туфельки следают, съедают всех аэробов. Да. Поэтому он так быстро. Как раз попа говорит, работа на колесах. А его это... Прямо привезли, сразу полили, все. А если пополам развел, еще добавил, и еще раз туда бургулятор можно ждать, наверное, да? Или десятую часть оставить, развести? Там где-то нужно. Ну, удалить. Можно будет, да? Ну, где-то, конечно, зима будет, честно. А, то есть проще новый замутил. Да, да, да. Значит, вот сейчас буду рассказывать саму суть системы. Сейчас особое внимание. У нас есть каменный порошок, ормус. У нас есть ормус-порошок, у нас есть микробы. Теперь наша задача, чтобы выделить ормус-элементы, чтобы тонкое тело растений стало очень сильным, чтобы мы потом подали поток энергии на него, чтобы оно стало гигантским и очень вкусным, нам нужно напустить микробов на наши камни. Вот это углерод, циолит это, да? Вот, что для этого потребуется сделать? Микробы просто так камни есть не будут. Им этого мало, они там погибнут. Стали искать, как же сделать так, чтобы микробы очень хорошо жили и при этом ели камни. Стали вычислять технологию и вдруг натолкнулись, что до них эту задачку решили древние майя, причем решили на пятерочку. Они создали терапрету. Терапрета – это изначальная очень плодородная земля на три метра вглубь. Там в Амазонку они приехали и увидели, что просто лежит песок и такая никакая растительность. И вдруг поле, значит, великолепнейшая земля, прекрасно растут растения, оно идет вот такой полосой, и потом опять песок. И потом опять поле. Как во Владимирской области Аполлия? А это древняя наша цивилизация, наши предки это делают. Черноземная полоса такая. Там есть какой, я не помню, где-то с одной стороны на реке вот такой чернозем, а с другой стороны – сусок. Это делали наши предки по этой технологии. Значит, они стали разбирать, а что же они такое сделали, что вдруг возник такой гигантский чернозем. И увидели, что на краях полей стоят какие-то странные, такие глиняные типа юрт, в которых вот такая юрт. Есть фильмы, где показывают просто все это. Значит, все материалы есть. То есть, то, что я рассказываю, за этим стоят просто труды, труды и труды. И очень много фильмов. Но все на английском. Поэтому... Да, будьте готовы, что... Как она называется? Терракрета. Терракрета? Терракрета. Да. Терракрета – это изникально плодородная земля. Стали выяснять, что это за такие залегланы стоят на краях полей. И вдруг поняли, что это просто печи для обжига древесного угля. Просто печи для обжига древесного угля. Я взял с собой уголечек один. А каким они нам поможут? Каким боком? Я взял и не летел. Хотел вам просто показать... Представляю Анастасию. Сам американец, который выложил вот этот фильм о древесном угле, он, значит, на сцене просто показал вот кусочек древесного угля маленький и сказал, что внутри этого угля настолько огромная полостная пористая структура, что она развернется на два футбольных поля. То есть, только внутри этого маленького уголечка места. И это дом для микроорганизмов. То есть, мы берем, первое, значит, мы берем камни. И второе, мы берем дом для микроорганизмов, это древесный уголь. Американцы, у них причем четкое разделение. Пока древесный уголь не заселен микроорганизмами, он называется просто древесный уголь. Когда он заселен микроорганизмами, они называют байочар. То есть, биоуголь. Биоуголь – это уголь, заселенный микроорганизмами. Просто биоуголь, просто уголечки, просто древесный уголь. Мы берем форму с камнем. Мы берем дом для микроорганизмов. Мы берем своих микроорганизмов. То есть, вот это АКЧ. Да. Эмки, АКЧ. Тут мы с Андреем Завеловым просто разговаривали на эту тему. И он говорит, что вообще-то есть микроорганизмы, которые напрямую очень любят жевать камни. Это лигниновые бактерии какие-то. То есть, вот над этим вопросом надо бы всем просто проработать. То есть, наша задача в том числе найти вот эти бактерии, которые будут максимально сильно есть камни. И тогда мы получаем максимальный эффект. Я пока рассказываю о тех бактериях, что просто есть под рукой. И они в том числе едят камни. В том числе Кен Рохла очень любит актеро-хигаринки. Они у него хорошо работают. Но он, когда АКЧ бурбулирует, он там вообще делает хитрую вещь. Он ставит большое ведро. В это ведро насыпает магнитный песок. Там в Америке есть какой-то магнитный песок, который у них просто так продается. Почему? Потому что это все парамагнетики, и этим можно усилить магнитное поле вокруг ведра. И он ставит в него второе ведро, и потом уже разводит там микроорганизмы в магнитном поле. И они, он причем и черность минералов туда добавляет, они прямо там уже расщепляются, еще в магнитном поле находятся. То есть американцы там уже такие хитрости применяют. У нас пока проще. У нас пока без магнитного поля, оно все будет мощно работать. Мы взяли камни, взяли дом для микроорганизмов, взяли самих микроорганизмов. И четвертое, нам нужно будет питание для микроорганизмов. Чтобы они у нас не сдохли, потому что камни им будет мало. То есть это питание. Пропорции. Древесного угля. Четыре части. Все по объему. Да. Причем американцы вычисляли объемы, которые нужны. И они пришли к тому, что древесного угля. Там у меня есть видео, где просто вот они прям показывают, чего стоит упасть. А древесный угля должен быть... Значит древесный угля не подает? Да, да, да. Он пойдет, вам придется брать чурвку, потому что у американцев он уже размолот, как порошок древесный. Вам придется брать чурвку, и этой чуркой древесный угля просто размолот. А, для всего все-таки парашют. Не то, что парашют, но более мелкие частицы. А какие камни? Просто любые камни. Литр, литр. Чего? Которые на литр заканчиваются. Минералы на литр заканчиваются. Представляете? Капромит. Уже все. Да. Значит питание. Так, четыре части древесного угля. Четыре части древесного угля, одна часть камней. Энки. Значит они в этом фильме, который демонстрационный, как эта смесь делается, они берут просто пакет для гумуса и просто пакет для гумуса туда. Ну, четырехлитровый пакет, там начало. Ну хорошо, если у нас нет этого пакета. Сколько эмок к этому класть? Эмок к поиску, сколько положите. Все будет ваше, потому что им надо просто разжиться и заселить древесный угля. То есть если на ведро угля, значит ведро этих микроэнтисплей. Вот как раз вот тут я сделал много растворов. Я сделал с апропеллем, с кем сделал, с кем. Я просто экспериментирую, я наставил кучу бочек, в которых у меня сейчас зреет вот эта смесь взорванная. И в том числе у меня в Эмках бочка двухсотлитровая, я там клашу траву. И у меня там очень хорошо разжились микроорганизмы, там аж это как кисель такой. Вот. И я одну из экспериментов сделал оттуда, просто ведро набрал и ведро просто туда вылил. Ну а питание? Питание, значит американцы сильно не заморачиваются, не говорят все, что есть под рукой. Потому что этого парня, который показывал в видео, как это все делается, он говорит, что у меня куча бесплатной кукурузной муки. Но для Филиума он просто принес покупную в магазинскую белую муку. Там 2 килограмма 3-4 рубля, она дешевая. И там нужно-то всего стаканчик. То есть вам этой муки хватит вообще очень много. За сколько? Одной части? У него вот на такой чан просто... Нет, все, значит стакан этой муки. Ну так скажем, 0,5 части. 0,5 части. И соответственно там... Сколько там? Ну так скажем, 0,5. 0,5 эмак. Ну центрами смотрите, больше положите, быстрее разживется. Меньше положите, они будут дольше заслеживать. А что мы знаем, что они уже разжились? Почел меняет структуру. Вы просто подойдете уже к этому чану и вы увидите, что структура полностью поменялась. Он стал грудись. Вы видите, что он ожил. Кто? Дементолог. А, невестный уголь. Это вот состав. То есть вы берете, загрузите вашу чану. Состав кожи был. И взятая, туда потребуется вода до такого, значит, будете размешивать до такого густого теста. Серьезно. Чтобы вы просто увидите, что к микроорганизмам, значит, чтобы они там не засохли, чтобы он был комфортный. А вот чан, широкий, высокий, то есть если взять высокий и узкий, то там, наверное, они задохнутся без воздуха, или как? Или надо тазик брать широкий? Рынки-емки так не задохнутся, рынки все на робу. А кочевы будут проливать уже по грязке, когда все заложено. А, то есть туда все-таки отключение водится, туда рынки. Нет, сюда рынки. Сюда рынки. Засыпаем, засыпаем камни, засыпаем древесный уголь, положим туда рынки, наливаем воды, все хорошенечко размешиваем. И этот состав с микроорганизма засыпаем древесный уголь не менее двух недель. Американцы говорят, что лучше три недели, чтобы, да, если вы хотите получить конфетку, то... Температура важна? Да, чтобы микроорганизмам было удобно. То есть если ее в подвал поставить, она не будет? Нет, 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 у меня в теплице, честно говоря, все спит. У меня там около 30 градусов. То есть две, лучше три недели. То есть если теплица, например, это уделилось четыре части в воде, четыре, три недели, да? Нет, уголь заселяется... Ну, минимум, минимум две недели. Это для угля? Да. А вы сказали, что три недели это уже для всех. А когда вы все заложили и когда вы все перемешали, и вы ставите, это все, оно готовится. То есть вот этот состав, он будет готовиться. И одной бочке хватит, наведите, да? Значит, смотрите, если вы положите, потом, когда активатор готов, вы это уже смешиваете со своей землей. Оно оживит даже песок, потому что у маля, у них был реально песок. Им приходилось оживлять песок. То есть вот эта смесь, она вносится в вашу почку, которая у вас есть. Вы размешиваете ее, и она начинает просто оживлять землю. А что они клали вместо Энки, интересно? Ой, там хватало кровавые демки. Это были, честно говоря, совершенные цивилизации. То есть мы даже представить себе не можем, насколько они были продвинуты. И что они делали? И вот это рецепт древних майя. То есть это то, как они оживляли почву. Майя наши учили, деды. Да, вполне возможно. Может быть, наши деды и там жили. У нас просто верная бомбардировка и термоядерность все снесли. То есть мы живем в послевоенной земле. То есть 300 лет назад здесь была огромная война, когда рептилии воевали с ассами, и когда со второго раза рептилии победили, ассам пришлось бежать отсюда. И они провели здесь тотальную бомбардировку, где было сметено плодородие напрочь. То есть мы живем с вами на послевоенной земле. Аплодородической. Да. И нам землю нужно создавать самим. То есть не думайте, что на этой земле вы что-то вырастите. Нет. Минимальная плодородие. Здесь нет ничего. Землю придется создавать самим. А вот, скажем, я не знаю, 10 литров на сколько выливать? На грядку? А смотришь, как экспериментируешь себе что-то? Значит, если внесете много, то будет быстро земля оживать. Если внесете меньше, то земля просто будет оживать немножко медленно. Нет, ну все равно в кофе. Да. Значит, значит... Сколько? Какие-то пропорции. Да, вот так и так сделаем хорошие. А это вот если под деревьями улучшить... Значит, дальше... Вот наша земля, да? Вот наш этот слог, в который мы вносим активатор. Плюс вы просто рассыпаете Ормс камни там. Активатор Ормс камни, значит... Прошлись... Прошлись это все, размешали. И Ормс камни. А Ормс камни в такой практике или нет молочного? Нет, хорошо. Вот этот 1-3 миллиметра. Это будет играть много лет. То есть вы его вносите один раз, и он работает много лет до. Значит, сверху наша задача, чтобы микроорганизмы очень хорошо жили. Почему? Потому что азот нам дадут, азотфиксирующие бактерии, фосфор и калий. С помощью механизма мы получим глубоко из-под земли. Значит, в данном случае важен... он называется минеральный треугольник. Минеральный треугольник состоит внизу из антокам, азотфосфор калий, которые нам вносить не нужно. Мы создаем просто нормальную микрофлору, и они все подаются автоматически из земли. Следующая часть нашего минерального треугольника это микроэлементы. Микроэлементы нам дают не только камни. Микроэлементы нам дают в том числе очень большую часть морских водорослей. Там хлорелла и так далее. То есть микроэлементы могут поступать с очень большого количества разных источников. А вот перемолотые ветки деревьев тоже источник материалов? Да. Так. Надо бы какой-нибудь маленький цвесток. Он на улице есть. Мы можем все выйти на улицу. Не-не-не-не. Это просто вот. Он с лепесточками. С лепесточками. Если вот на шредере помолокые ветки, это что же будут? На самом деле, это очень затратно по трудам. Мне иногда лень выйти из своего кустарника и выкинуть ошкурки. Нет, это я про себя говорю. Но когда я стала за последние два года выкидывать ошкурки со стола под кусты свои деревья, у меня просто начался такой рост, а под те, под которые я не выбрасываю ошкурки, они так и себя. Вот об этом я сейчас расскажу. И внимание, и ошкурки. И к кастрюле. Похоже на баду. Больше бы не нашел. Сейчас с другой подъем. Если ты кастрюлю сейчас зашел. Да, Александр Андреев, это супер-поршка, он не видит. Ювелир. Солнце. Солнце звучит двойной поток энергии. Я прошу вас, у меня коллекция еще долго будет такой? Мы можем сами это, например, развеяться и уставить там. Нет, я просто пытаюсь понять. Я досижу, вот, мне уже бежать надо. Если там 10 минут осталось, то я тогда досижу, а если и больше, то... Хорошо, укладываемся за 10 минут. У нас здесь есть как бы еще полчаса. Да, укладываемся за 10 минут. Значит, солнце излучает двойной поток энергии. Оно, во-первых, излучает солнечный свет. Второе, что оно излучает, это очень мощный поток хрономов. Оно? Хрональная энергия. Хрономов. Да, это вот то, изначально частица ФО, как говорят алатаровцы, это частичка гораздо меньше электрона. А чем занимаются цветы? Цветы занимаются конкретно тем, чтобы накопить вот эти вот частички, которые гораздо меньше электронов, на пестике. Потому что пестик потом должен зарядиться, пыльца должна зарядиться очень сильной энергией. Лепестки-отражатели, которые собирают хрональную энергию на пестике. То есть энергия идёт, она отражается от лепестка и запасается вот здесь вот. Либо в пыльце, либо в пестике. И это даёт солнце. То есть нужно понимать, что в данном случае, чтобы создать энергию растения, нам нужен даже не световой поток, нам нужен хрональный поток. И хрональный поток может создаваться не только солнцем. Если вы поставите генератор, то даже в темноте вы будете выращивать растения великолепно. Потому что растению нужен хрональный поток. А они ночью как раз растут? Этот поток ночью, да, работает? Значит, следующее. Разберём обязательно. Есть. Прикольно. Значит, следующее – это ворумс камни. Энкокамни, короэлементы ворумс камни. И на вершине – это трейсинералс, редкоземельные элементы. Редкоземельные элементы. Редкоземельные элементы нужны микробам для того, чтобы проводить огромное количество химических реакций как катализаторов. Если не будет редкоземельных элементов, вы никогда не получите растения с очень высокими брикс-уровнями. То есть, тех растений, которыми Анастасия Корнеева Владимировича. А брикс-уровня-то энергетиками? Сейчас вот это я как раз объясню, потому что брикс-липактометр я привёз. И нам сейчас очень важно научиться им пользоваться. Это наш просто прибор, по которому мы будем двигаться, разбирая всё это. То есть, это всё очень практично. Вы берёте брикс-липактометр, и вы объясняете, насколько вы продвинулись в создании вот этого великолепного растения. Это всё дело линз. Редкоземельные элементы можно получить сейчас практически только из органов скамней. Редкоземельные? Да, редкоземельные элементы просто из скамней. То есть, вот эту верхушку пирамиды нужно объединить как бы... Значит, я сейчас быстро выбираю, откуда получаете минеральный треугольник, откуда мы его можем взять. Ормусы элементов содержатся не только в камнях. Ормусы элементы – это в том числе яичная скорлупа. Яичная скорлупа состоит из огромного количества ормус-элементов, потому что нужно собрать в желтке хрональное вещество. Да-да-да, это совершенно геометрическая форма, с помощью которой мы собираем хрональное вещество внутри желтка. Мы берём просто размолотый яичный порошок яичной скорлупы, и мы получаем огромное количество ормус-элементов. Ормус-элементы – это ногти, это кости, это волосы, это скорлупа орехов, это шишки, это всё ормус-элементы. Всё, что работает с потоком хронального вещества, сделано из ормус-элементов. А, вот почему Анастасия говорит, свою информацию надо оставлять на поместье. То есть, вы сейчас выйдете и вы оглянётесь, даже вот сосновые волки, там очень много ормус-элементов, потому что это чисто части растения, которые работают непосредственно с потоком биоэнергии. Всё, что вокруг вас, ормус-элементов очень много. Но, трейс-минералис, то есть, в редкоземельных элементах, вы получите только из камней. Вот здесь уже не будет того количества редкоземельных элементов, которые вам нужны. Микроэлементы, соответственно, их очень много, сейчас не буду предпочтать. Там есть фильмы целых, которые показывают все части, откуда взять микроэлементы. И теперь мы переходим к тому, как же нам померить то, что мы двигаемся к правильному направлению. Карри Риэнск создал мион до него другой учёный и изобрёл этот прибор, который называется БРИКС РЕФОКТОМЕТР. БРИКС РЕФОКТОМЕТР, да? БРИКС РЕФОКТОМЕТР. А, РЕФРОК? РЕФРОК? РЕФРАК. Там, БРИКС РЕФОКТОМЕТР. Нам нужно, чтобы камера отрекулировала, чтобы мы сейчас поделились. Вот сейчас самая интересная и практичная часть нашего семинара. Оказалось, что уровень свободных сахаров прямо пропорционален количеству питательных веществ растений. И растение получается чрезвычайно вкусным только тогда, когда внутри очень высокий уровень свободных сахаров. И поэтому Реймс как раз кормил людей вот этими растениями, в которых огромные индексы сахаров. И этот индекс сахаров очень легко меряется с помощью нашего приборчика. я тут взял разные огурцы с разных мест. огурец, который сегодня купил на фестивале. Стоит тысяча рублей на алиэкспрессе с доставку. Это чесночный даюк. Нет. А чесночный даюк 300 рублей. А этот прибор тысяча рублей на алиэкспресс, да? Да, да. Вот так он называется. Брикс-рефактометр называется «Стоит тысячу рублей на алиэкспрессе». Мы выдавливаем каплю сока на брикс-рефактометр. Это вот сейчас мы померим огурчик, который у нас есть наличие. То есть это кто-то принес, да? Нет, это я купил муринский. Это усилие символ куполит, скорее всего. Скорее всего, китайский. Смотрите, разделение между синим и циферку. Вот это, по-моему, да? Четыре с половиной. Или, даже не знаю, сахаром. Четыре с половиной. А этот прибор-то вообще-то что-то реально много просушит? Сахар. Уровень свободных сахаров растянется. Кстати, вот есть для меда. Там не убежать. Когда вы для меда померите, сразу станет известно, что он... А сколько доедет там? Этих гликсерфактометров очень много для разных. Вот это вот для овощей и фруктов. А это для овощей? Аликспос. Да, да. Для овощей и фруктов. То есть до работы он не пойдет, да? Они что, это так мало? Они, наверное, разные. Четыре с половиной. Это очень мало, да? Подойдите поближе, берем таблицы Ренуса. Ищем там фикумбар. А где ты вскачал? Вот фикумбар. Значит, плохой огурец – это четыре. О, это третий огурец. Средний огурец – это шесть. А хороший огурец должен дать восемь. А огурец, которому, как мыли Владимира Николаевича, должен дать двенадцать. У нас четыре с половиной. Я должен сказать, что это не огурец, это муляж. А что за таблица? А что за таблица? Это, значит, получается, у нас земля такая, да? Очень энергетическая вещь. Слушай, это куплено в гаражах, в Владимире, да? Это, говорит, что-то вместе с вами что-то ставится таблица? Не, 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 не. А билетка надо было тебе пытать, не обрет. Спросить, где взял он эту таблицу? Да, значит, таблица находится на сайте, давайте я вам напишу название сайта. А, значит, американцы, они этот прибор чуть ли не все носят у себя в кармане. Они приходят просто на рынок, давят каплю и только после этого что-то покупают. А от этого прибора не убежать. А вы говорили, он для овощей, плюс для других продуктов. Без таблицы этот прибор бесполезен. На каком сайте таблица? Ирина, на всех других там должна быть просто максимальная таблица. Значит, на каком сайте таблица? А то... Не речи. Не взрывайся. Бриксли, фрактон это. Бриксли, фрактон это. Вот, все большие. 18-месячные. То есть, даже если нет таблицы, там максимально... Да, да. Нет, просто... Да, да. 18-месячных, да? Можно, чтобы вы сами понимаете, показатели все-таки, да? Показатели. Да, да. Показатели, да? Показатели. Значит, сайт называется High Bricks Gardens. А американцы, богатые американцы специально содержат сады, в которых они выращивают фрукты и овощи с высокими брикс уровнями. Да. У самого Римса сайт называется Bricks Man. Человек-брикс. А что такое брикс вообще значит? Брикс – это уровень свободных сахаров. Это они приняли значение для свободных сахаров. И у них строго. То есть, не применяя ормуз минералов, которые съедают бактерии, вы никогда не получите высокий брикс уровень. Вам просто не пройти эту стенку будет. Если вы хотите огурчик от Анастасии, то придется применять ормуз минералов и тех, кто будет их есть. Иначе никак. А High Bricks Gardens? Сады с высоким брикс уровнем. Значит, в интервью, в интернете про брикс уровни и про создание огородов и садов с высокими брикс уровнями информации достаточно. Значит, есть центральный сайт американский, где собираются все, кто занимается органическим земледелием с высокими брикс уровнями. Он называется Remineralize the Earth. Реминерализация земли. Они собрали все месторождения ормуз минералов, они показывают, как активировать ормуз минералов на угле с помощью... Я, кстати, эту информацию именно с этого сайта взял. У них там большой фильм, большая статья, как это делается, все. Поэтому это движение в мире, оно достаточно большое. Сильно. Анастасиевская. Нет. Это движение богатых американцев, которые... Ну, а нет. Хотя, ну, что я не знаю, потому что там есть там пища. Хотя долго жить пользуются зубцами, чтобы бурят луцы. Вкусные. Да. Правильно. Анастасиевская точка. Эта штука, причем очень опасна. Почему? Потому что она очень сильно возвышает сознание. То есть, употребляя вот эти вот продуктики, вы определенные моменты почувствуете просто просветление в голове. Вы почувствуете, что паразиты вдруг из крови ушли. Просто ушли. Почему? Потому что у вас сильная земля, сильное растение, сильная кровь. А питание при этом... Это для иллюминатов очень опасно. Да. Поэтому информация не ваша. Да. Поэтому информация не разглашается, поэтому все... Вот. Ген Рохлот. Сейчас они этого считают, что я вышла. Ген Рохлот говорит, что вот эту информацию нужно, чтобы она прошла тихонечко у всех, и чтобы потом ее подняли наверх все сразу. Тогда нас не задают. Да. Что-то информация должна распространяться совершенно бесплатно и среди всех. Ну, как Анастасиевская. И когда мы все это сделаем, только тогда мы поднимаем это вверх. И так происходит тогда нововестие. Ну, да. То есть тут борьба, борьба очень серьезная. Вот. Саму суть, я рассказал... Большое спасибо. Всех благодарю. Но у нас старая часть, да, будет еще. Сами? А другое дело продукты только вы обещали. Я на что надеюсь, что поселенцы просто все вместе соберутся и оптом купят. Хороший цель, который потом на всех дешево распределят. Замесите емки, замесите качи. Значит, оптом даже купите просто древесный уголь. Активируйте, смешайте, заложите в огороды. И просто будете смотреть, как брикс уровень. Выше, 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 выше. Да, тут главное начать, да? Продукты вкуснее, 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 вкуснее. А те же самые вот камни, как вы сказали, да, там, циолиты, они даже самые по себе просто разбросают и уже начнут работать. Я даже вот смотрю, как у вас дороги вот усыпаны вот этим известняком. Я бы, честно говоря, даже с известняком попробовал. Просто нечем его проверить на парамагнетизм, к сожалению. А если бы приборчик был, то можно будет сразу посмотреть, а можно и ваш известняк использовать. А вдруг он высокий парамагнетизм подаст. Он же не литр, это известняк. А тут ароматизм. Надо посмотреть, понимаем. Измельчу. Значит, посмотрите, то, что чуть-чуть я не досказал, это значит, что у нас камни в основном, это либо остатки Кремниевой эры, то есть это деревья, которые стояли в Кремниевой эре, либо это у нас вулканические породы. Они делятся на две разновидности в основном. Вот, поэтому деревья работать не будут, а вулканические породы работать будут. Все, и дальше уже ищем, собираем, а потом я уже в следующий раз приеду, вы мне уже расскажете. Вот вы когда рассказываете, об огромной куче камней, которые вы здесь нашли. Я такой вот момент еще поймала, так сказать. Тогда бы вокруг вулканов, извините, вот такие... А там так растет, да? Вот такая вообще растительность. Есть даже фильмы, они вначале поражались, почему на камнях растут гигантские растения. Я тоже думаю, почему. И еще вы не ответственны на мой первый вопрос. Откуда на тех приисках взялось только этого пилого порошка? Это в том числе у армус камней, которые были. Ну, откуда там везде были эти пилого порошка? Активированные. Просто активированные, в которых поток энергии прошел. Везде, где пройдет мощный поток эфирного ветра, там сразу возникает у армус минералов. Можно просто взять генератор и к любому камню поднести. Если это мощный генератор, то потом камень можете размалывать, и класть растениями, и будет чудесно. Если это работа. Да. Приближе. Посмотрим, где вы здесь. Нам нужно в теплице создать условия для сбора хрононов, для сбора биоэнергии. То есть мы должны создать биогеометрическую теплицу, в которой растения будут накапливать огромное количество энергии. Потому что растения уже насыщены армусом, у них очень сильно плотное тонкое тело, они могут принять огромный запас энергии. Самая сильная форма накопления энергии, которая известна в природе, это четырёхгранная пирамида, которой пользовались все древние цивилизации. Это конус, немного более слабая фигура, потому что она не сориентирована уже на сторону света, её не нужно ориентировать по сторонам света. И это шар. Особенностью всех этих геометрических фигур является то, что для того, чтобы эту фигуру использовать, нужно устранить отрицательную прозрачную энергию, которая блокирует всё и переводит в более высокие измерения. Эта энергия называется негатив грин. Это вот когда объясняли, солнце излучает первое свет, а второе вот... Это ещё нет, это ещё третье. Солнце излучает солнечный свет и поток хрононов, поток частиц. Вот как раз этот поток частиц мы и будем запасать. Хрононами их назвал академик Веник. Он измерил размеры этих частиц, он измерил энергию этих частиц, он изучал, как ведут себя эти частицы. Всё это выложено на сайте Веник.ру. Это всё можно прочитать. А в данном случае частицы летят у них различная своя внутренняя частота вибрации. Этой темой очень серьёзной подробно занимается египетский архитектор Ибрагим Карим. Ибрагим Карим — это извечнейший в мире человек. Это биоархитектор, который строит здания, комплексы, сооружения в полном соответствии с гармонией природы. Эти знания он получал в том числе от различных тайных обществ. Это особый специальный человек, которому именно дали все знания, не все, так скажем, но ключевые знания древних цивилизаций о том, на каких основах, на каких принципах построены правильные биогеометрические формы. Это человек, которого приглашают на уровне правительства для того, чтобы создавать гармонию в странах. То есть сейчас по всему миру ставят вышки сотовой связи. Эти вышки сотовой связи, излучая несбалансированное торсионное поле, сбивают пчёл с ориентации. Пчёлы перестают нормально работать, пчёлы начинают умирать. Ибрагима Карима приглашают, чтобы в целой стране нейтрализовать это отрицательное излучение этих вышек. Он приезжает с бригадой, они промеряют не нашими маятниками, то есть наши маятники по сравнению с тем, что они пользуются этой игрушкой. Они используют антенны лечера. Антенна лечера – это достойно совершенно глубокого, подробного изучения, биогеометрическая рамка. Она работает совершенно по-другому, чем наши биогеометрические рамки. Их выпускают в Индии, выпускают во Франции. Эти рамки настроены на шкалу частот, которые пользуются именно в биогеометрии. И Вы на всей шкале частот промеряете, какие частоты в данном случае присутствуют в данном месте, в данном предмете и так далее. То есть они проверяют частотную гармонию в пространстве. Там есть определённые наборы частот, которые гармоничны, и наборы частот, которые не гармоничны. Это целая наука биогеометрия. И Ибрагим Карим написал две ключевые книги. Одна книга называется «Назад в будущее». Да, Ибрагим Карим. Ибрагим Карим. Первая книга называется «Назад в будущее». И вторая книга совершенно фантастическая. Она называется «Биогеометрические сигнатуры». Ибрагим Карим исследовал протекание энергии в теле. То есть китайский меридиан, который мы знаем, меридиан течёт-течёт, приходит к какому-то органу, и на этом всё останавливается. Задача Ибрагима Карима состояла в том, чтобы полностью изучить весь путь протекания энергии в каком-либо органе. В этой книге эта задача была великолепно решена. То есть тот поток, который приходит, например, к сердцу, я просто рисуночек нарисую, чтобы была понятна сама суть. То есть я сейчас не помню эту сигнатуру, но вот примерно так. Она сложнее, эта фигура там. То есть достаточно эту фигуру просто нанести даже тем же йодом где-то рядом с органом, и циркуляция энергии в органе восстанавливается. Там совершенно фантастические вещи. То есть эти биогеометрические сигнатуры дают ключ просто к протеканию энергии во всем теле, там, где угодно. Ну, эти книжки достойны того, чтобы просто перевести их на русский язык, чтобы кто-то взялся и перевел. И тогда уровень даже лечения и всего остального будет гораздо выше. Вот. В данном случае то, что нас касается, это то, что в этих фигурах есть энергия, которую назвали отрицательной зелёной, потому что эта энергия на спектре частот, она находится напротив зелёного. И в этих фигурах, эта фигура, я называю её прозрачной энергией, потому что она находится между чёрным и белым. Когда чёрное переходит в белое, чёрное переходит в белое через прозрачное. Вот эта энергия, она как бы раскрывает вот эту сетку частот, она уводит в другие измерения. Но её свойство заключается в том, что она поражает всё то, что находится в зоне её действия. То есть, если она попадает на цветок, энергия цветка просто блокируется, и цветок теряет энергию. Замирает то, что Вильгельм Брайф называл Дор. Дор — мёртвый аргон. И Вильгельм Брайф позитивной энергией называл Пор, позитивный аргон. В данном случае вот это состояние Дор нужно устранить. Негатив Грин в пирамиде валится сверху вниз. И поэтому она будет поражать всё, что находится по центру пирамиды. То есть, такой вопрос, она присутствует везде, правильно? Она присутствует везде. Если она присутствует, там три частоты. Я сейчас не помню точно, какие конкретно, они в книгах все есть. То есть, если эти три частоты сходятся, то возникает состояние резонанса, очень большого поднятия частоты. Но если Негатив Грин не сбалансирована этими двумя частотами, она убивает просто всё, что есть вокруг. В том числе, это Негатив Грин активно очень используется военными для создания торсионных пушек, торсионных автоматов, торсионных пистолетов. Например, если вспомним Анастасию. Анастасия, Владимир Николаевич подходит, Анастасия лежит в белом круге побелевшей, омертвевшей травы. Это когда Володя ещё просил Медведицу вытащить Анастасию из круга, и Медведица умерла в этом круге, вот, к сожалению, потеряли нашу замечательную Медведицу, которая всех грела, выполняла приказы Анастасии с радостью, то есть, помогала ей во всём. То есть, мне так было, я когда читал, мне было так жалко Медведицу. Но Медведица была поражена выстрелом торсионной пушки со спутника, который летел по орбите. То есть, там был конкретно спутник военный с торсионной пушкой на борту, и они Анастасию пытались убить. Там любого человека на Земле очень хорошо видно со спутников. Поэтому они вычислить и прихлопнуть могут любого. В данном случае это как раз описывалась ситуация, когда по Анастасии стреляли из торсионной пушки, именно используя вот эту энергию негатив-грин. То есть, я как бы, ну, я не сказочник, я с конкретными вещами работаю. Ну, там она в собранном концентрации, правильно? То есть, там было описано, что взметнулось всё тёмно и набросилось. Это тёмно было на спутнике, на котором стояла пушка, и с пушки стреляли просто. Вот. Они могут убить здесь любого, то есть, любого вычисляется. Поэтому в конце, вот когда Володя придумал эту птицу, и когда вот это пространство, ему почему-то вдруг потребовалось уходить оттуда. То есть, Анастасия сказала, что всё, они могут его убить, ему надо спрятаться среди людей. Почему? Потому что Анастасия, у неё правостороннее поле очень сильное, она может выдержать удар от торсионной пушки. У Володи энергия была ниже, поэтому Володе пришлось уходить и прятаться среди людей, чтобы просто уйти от удара со спутника этим оружием. То есть, мы работаем в данном случае с очень серьёзными вещами. Ну, вот здесь вот просто продолжим. Да, здесь энергия негатив-грина, она валится вниз. Значит, что делали? Она в малой концентрации, чем торсионная. Там очень большая. Тоже большая? Да, это очень большая энергия, в этой пирамиде. Её можно нейтрализовать, в том числе, так, как её нейтрализовали. Ну, наши, на самом деле, не египтяне эти пирамиды строили, предки наши эти пирамиды строили. Вот. Они нейтрализовали это так, за счёт искажения вот этих всех сторон. То есть, если вы к пирамиде пристроитесь, присмотритесь, она сделана вот так вот. Эти стороны, они на один с чем-то градуса все вогнуты внутрь. Вогнуты. Вот так вот. Да. Это есть очень много фотографий в интернете, все гадают, почему. Те, кто не читал Абрагима Карима, те разводят руками, говорят это тайно, и Абрагим Карим объясняет эту тайну. А сразу вопрос, именно такая позиция вогнутости, а не выпуклости? Вогнутости. Только вогнутости. Там в чём дело? В том, что если сторона, вот если по-простому на пальцах объяснить, если сторона не выгнута, то эта энергия просто пробивает вниз. Но если сторона выгнута, то энергия стекает вот по таким траекториям. Она просто стекает сюда на центр, здесь у них заложены специально плиты, там, по-моему, гранитные плиты, ну, из какого-то материала, который уже эту энергию там запасает и балансирует внутри. То есть там целая конструкция большая сделана. Вот. В этой конструкции точно так же негатив грин будет пробивать по центру. Если про пирамиды говорить, то она бьёт вниз, и в одну из сторон света, по-моему, на южную сторону бьёт. Она в двух направлениях бьёт. Тут я не ручусь, надо по книжке просто посмотреть, второй луч у неё куда идёт. Вот. В конусе пробивает, эта энергия пробивает вниз. И точно так же в шаре эта энергия пробивает вниз. Ибрагим Карим там подробно объясняет, какие искажения шаров нужно делать и какие искажения применяются в том числе. Это нельзя назвать церкви. Это наши древние электростанции эфирного электричества, которые захватчики, когда захватили, переделали в христианской церкви. Это никакие не церкви. Это наши электростанции атмосферного электричества. Сейчас много очень фильмов в интернете, которые рассказывают о том, как эти электростанции работали. Это уже никакая не тайна, это всё можно просто посмотреть на ютюбе. Они обязательно искажали эти формы для того, чтобы эту энергию просто сбалансировать и нейтрализовать. То есть там никогда не шар. Шар нельзя ставить. Чтобы убрать эту энергию с конусов, этот конус делают просто усечённым. Кстати, очень много усечённых пирамид делают. Там делают прямую сторону, но эту пирамиду просто делают усечённой. Вот так вот. По-простому верхняя энергия, она перестаёт концентрироваться и пробивать. Она спокойно проходит по этой стороне, и энергия космоса прямо поступает в пирамиду. То есть она собирается с всех сторон, и она поступает также сверху. В конусах точно так же. Если мы делаем усечённый конус, то эта энергия перестаёт парализоваться и пробивать, она просто спокойно проходит в конус. И собирается энергия со всех сторон. Форму конуса для теплицы сделать самая простая. То есть здесь встает вопрос, конечно, углов, потому что есть углы, которые очень хорошо собирают энергию, есть углы, которые слабо собирают энергию. Вот с углами тут нужно поработать, потому что я этот вопрос не прорабатывал. То есть можно сделать фрактальную фигуру, можно набрать фрактальные углы, можно набрать в золотом сечении углы. Это просто надо делать и пробовать, что из этого будет. То есть у Шамшука очень много информации по углам. То есть в этом сфере есть специалисты гораздо выше меня. То есть они сразу скажут, какой угол должен быть и так далее. Даже наши строители пирамид, можно их спросить просто, и они этот угол точно скажут, потому что там всё вычислено. В данном случае биогенетерическую теплицу сделать очень просто. Мы по центру ставим просто столб. Только, кстати, у вас там сделано, просто у вас негатив грим не набран. А где там? А вот недалеко от озера, через дорогу. А, на родном поле? Да, да, да. Там очень хорошо сделали. Там буквально чуть-чуть доделает, там такая теплица биогенетерическая получится. Там никакое не место сбора. Там великолепные питомни. То есть эта информация, она прошла и у вас, и у меня параллельно. Ну, просто я её через Абраби Макарима пропустил. Вот, когда вот где-то сверху попросили, сделай, пожалуйста, такую теплицу. Вот, и всё. Мы ставим здесь столб, и на этот столб ставим вот сразу вот эту шапочку. То есть вот у нас будет столб по центру. И мы сразу ставим вот эту шапочку. То есть я сделал из АСБ, просто сделал двойную АСБ, вырезал круг, покрасил сверху краской и поставил центр пирамиды. Значит, дальше мы отмеряем круг нужный и просто берём этот круг. Порция с этим же, да, правильно, кругом-то? Шире, да? Да, шире пропорции. Значит, мы берём... У вас здесь только берёзок этих мелких, чтобы можно на расставлять, у вас это очень дёшево получится. Да. Тут и ель та же самая, спокойная, и сосна есть. То есть у вас здесь материалов, материала хватает. Вот. И вкопали, и теперь мы просто сороковкой, доской соединяем их вот так вот. Нам нужно в теплице создать условия для сбора хрононов, для сбора биоэнергии. То есть мы должны создать биогеометрическую теплицу, в которой растения будут накапливать огромное количество энергии. Потому что растения уже насыщены ормосом, у них очень сильно плотное, тонкое тело, они могут принять огромный запас энергии. Самая сильная форма накопления энергии, которая известна в природе, это четырёхгранная пирамида, которой пользовались все древние цивилизации. Это конус, немного более слабая фигура, потому что она не сориентирована уже на сторону света, её не нужно ориентировать по сторонам света. И это шар. Особенностью всех этих геометрических фигур является то, что для того, чтобы эту фигуру использовать, нужно устранить отрицательную прозрачную энергию, которая блокирует всё и переводит в более высокие измерения. Эта энергия называется негатив грин. Это вот когда объясняли, Солнце излучает первое свет, а второе вот... Это ещё нет, это ещё третье. Солнце излучает солнечный свет и поток хрононов, поток частиц. Поток хрононов. Вот как раз этот поток частиц мы и будем запасать. Так. Хрононами их назвал академик Веник. Он измерил размеры этих частиц, он измерил энергию этих частиц, он изучал, как ведут себя эти частицы. Всё это выложено на сайте Веник.ру. Это всё можно прочитать. А в данном случае частицы летят у них различная своя внутренняя частота вибрации. Этой темой очень серьёзной подробно занимается египетский архитектор Ибрагим Карим. Ибрагим Карим — это извечнейший в мире человек, это биоархитектор, который строит здания, комплексы, сооружения в полном соответствии с гармонией природы. Эти знания он получал в том числе от различных тайных обществ. Это особый специальный человек, которому именно дали все знания, не все, так скажем, но ключевые знания древних цивилизаций о том, на каких основах, на каких принципах построены правильные биогеометрические формы. Этот человек, которого приглашают на уровне правительства для того, чтобы создавать гармонию в странах. То есть сейчас по всему миру ставят вышки сотовой связи. Эти вышки сотовой связи, излучая несбалансированное торсионное поле, сбивают пчел с ориентации. Пчелы перестают нормально работать, пчелы начинают умирать. Ибрагима Карима приглашают, чтобы в целой стране нейтрализовать это отрицательное излучение этих вышек. Он приезжает с бригадой, они промеряют не нашими маятниками, то есть наши маятники по сравнению с тем, что они пользуются этой игрушкой, они используют антенны лечера. Антенна лечера это достойно совершенно глубокого подробного изучения биогеометрическая рамка. Она работает совершенно по-другому, чем наши биогеометрические рамки. Их выпускают в Индии и выпускают во Франции. Эти рамки настроены на шкалу частот, которые пользуются именно в биогеометрии. И вы на всей шкале частот промеряете, какие частоты в данном случае присутствуют в данном месте, в данном предмете и так далее. То есть они проверяют гармонию, частотную гармонию в пространстве. Там есть определенные наборы частот, которые гармоничны, и наборы частот, которые не гармоничны. Это целая наука, биогеометрия. Ибрагим Карим написал две ключевые книги. Одна книга называется «Назад в будущее». Ибрагим Карим Ибрагим Карим Первая книга называется «Назад в будущее». И вторая книга совершенно фантастическая, она называется «Биогеометрические сигнатуры». Ибрагим Карим исследовал протекание энергии в теле. То есть китайский меридиан, который мы знаем, меридиан течет-течет, приходит к какому-то органу и на этом всё останавливается. Задача Ибрагима Карим состояла в том, чтобы полностью изучить весь путь протекания энергии в каком-либо органе. В этой книге эта задача была великолепно решена. То есть тот поток, который приходит, например, к сердцу, я так просто рисуночек нарисую, чтобы была понятна сама суть. То есть я сейчас не помню эту сигнатуру, ну вот примерно так, она сложнее, эта фигура там. И достаточно эту фигуру просто нанести даже тем же йодом где-то рядом с органом, и циркуляция энергии в органе восстанавливается. Там совершенно фантастические вещи, то есть эти биометрические сигнатуры дают ключ просто к протеканию энергии во всём теле, где угодно. Эти книжки достойны того, чтобы просто перевести их на русский язык, чтобы кто-то взялся и перевёл, и тогда уровень даже лечения и всего остального будет гораздо выше. В данном случае то, что нас касается, это то, что в этих фигурах есть энергия, которую назвали отрицательной зелёной, потому что эта энергия на спектре частот она находится напротив зелёного. И в этих фигурах эта фигура я называю прозрачной энергией, потому что она находится между чёрным и белым. Когда чёрное переходит в белое, чёрное переходит в белое через прозрачное. Вот эта энергия, она как бы раскрывает вот эту сетку частот, она уводит в другие измерения. Но её свойство заключается в том, что она поражает всё то, что находится в зоне её действия. То есть если она попадает на цветок, энергия цветка просто блокируется, и цветок теряет энергию. Замирает то, что Вильгельм Райф называл дор. Дор мёртвый аргон. И Вильгельм Райф позитивной энергией называл пор, позитивный аргон. В данном случае вот это состояние дор нужно устранить. Негатив грин в пирамиде валится сверху вниз. И поэтому она будет поражать всё, что находится по центру пирамиды. То есть, такой вопрос, она присутствует везде, правильно? Она присутствует везде, если она присутствует, там три частоты. Я сейчас не помню точно, какие конкретно, они в книгах все есть. То есть, если эти три частоты сходятся, то возникает состояние резонанса, очень большого поднятия частоты. Но если негатив грин не сбалансирована этими двумя частотами, она убивает просто там всё, что есть вокруг. В том числе, этот негатив грин активно очень используется военными для создания торсионных пушек, торсионных автоматов, торсионных пистолетов. Например, если вспомним Анастасию, Анастасия, Владимир Николаевич подходит, Анастасия лежит в белом круге побелевшей, омертвевшей травы. Это когда Володя ещё попросил медведицу вытащить Анастасию из круга, и медведица умерла в этом круге. К сожалению, потеряли нашу замечательную медведицу, которая всех грела. выполняла приказы Анастасии с радостью, то есть помогала во всём. Мне так было, я когда читал, мне было так жалко медведицу. Но медведица была поражена выстрелом торсионной пушки со спутника, который летел по орбите. То есть там был конкретно спутник военный с торсионной пушкой на борту, и они Анастасию пытались убить. Там любого человека на земле очень хорошо видно со спутников. Поэтому они вычислили, и прихлопнуть могут любого. В данном случае это как раз описывалась ситуация, когда по Анастасии стреляли из торсионной пушки. Именно используя вот эту энергию негатив-грин. то есть я как бы я не сказочник, я с конкретными вещами работаю. Там она в собранном концентрации там было описано, что взметнулось все темно и набросилось. Это темно было на спутнике, на котором стояла пушка, и с пушки стреляли просто. Они могут убить здесь любого, то есть любого вычисляется. Поэтому в конце, вот когда Володя придумал эту птицу, и когда вот это пространство, ему почему-то вдруг потребовалось уходить оттуда. То есть Анастасия сказала, что все, они могут его убить, ему надо спрятаться среди людей. Почему? Потому что Анастасия, у нее правостороннее поле очень сильное, она может выдержать удар из торсионной пушки. У Володи энергия была ниже, поэтому Володе пришлось уходить и прятаться среди людей, чтобы просто уйти от удара со спутника с этим оружием. То есть мы работаем в данном случае с очень серьезными вещами. Ну вот здесь просто продолжим. Да, здесь энергия негатив-грина навалится вниз. Значит, что делали? Она в малой концентрации, чем торсионная. Там очень большая. Тоже большая? Это очень большая энергия в этой пирамиде. Ее можно нейтрализовать в том числе так, как ее нейтрализовали. Наши на самом деле не египтяне эти пирамиды строили, предки наши эти пирамиды строили. Они нейтрализовали это так за счет искажения вот этих всех сторон. То есть если вы к пирамиде пристроитесь, присмотритесь, она сделана вот так вот. Эти стороны они на один с чем-то градусом все вогнуты вогнуты. Вот так вот. Да. Это есть очень много фотографий в интернете. Все гадают почему. Те, кто не читал Ибрагима Карима, те разводят руками, говорят это тайно и Ибрагим Карим объясняет эту тайну. А сразу вопрос именно такая позиция вогнутости, а не выпуклости? Вогнутости. Только вогнутости. Там в чем дело? В том, что если сторона вот если по-простому на пальцах объяснить, если сторона не выгнута, то эта энергия просто пробивает вниз. Но если сторона выгнута, то энергия стекает вот по таким траекториям. Она просто стекает сюда на центр. Здесь у них заложено специально плиты, по-моему, гранитные плиты, ну, из какого-то материала, который уже эту энергию там запасает и балансирует внутри. То есть там целая конструкция большая сделана. Вот. В этой конструкции точно так же негатив-грин будет пробивать по центру. Если про пирамиды говорить, то она бьет вниз и в одну из сторон света, по-моему, на южную сторону бьет. Она в двух направлениях бьет. Тут я не ручусь, надо по книжке просто посмотреть второй луч у нее, куда идет. Вот. А в конусе пробивает, эта энергия пробивает вниз. И точно так же в шаре эта энергия пробивает вниз. Ибрагим Карим там подробно объясняет, какие искажения шаров нужно делать и какие искажения применяются в том числе. Это нельзя назвать церкви. Это наши древние электростанции эфирного электричества, которые захватчики, когда захватили, переделали в христианской церкви. Это никакие не церкви. Это наши электростанции атмосферного электричества. Сейчас много очень фильмов в интернете, которые рассказывают о том, как эти электростанции работали. Это уже никакая не тайна, это всё можно просто посмотреть на ютюбе. Они обязательно искажали эти формы для того, чтобы эту энергию просто сбалансировать и нейтрализовать. То есть там никогда не шар. Шар нельзя ставить. Чтобы убрать эту энергию с конусов, этот конус делают просто усечённым. Кстати, очень много усечённых пирамид делают. Там делают прямую сторону, но эту пирамиду просто делают усечённой. По-простому верхняя энергия перестаёт концентрироваться и пробивать. Она спокойно проходит по этой стороне и энергия космоса прямо поступает в пирамиду. То есть она собирается с всех сторон и она поступает также сверху. В конусах точно так же. если мы делаем усечённый конус, то эта энергия перестаёт парализоваться и пробивать, она просто спокойно проходит в конус. И собирается энергия со всех сторон. Форму конуса для теплицы сделать самое простое. То есть здесь встает вопрос конечно углов, потому что есть углы, которые очень хорошо собирают энергию, есть углы, которые слабо собирают энергию. Вот с углами тут нужно поработать, потому что я этот вопрос не прорабатывал. То есть можно сделать фрактальную фигуру, можно набрать фрактальные углы, можно набрать в золотом сечении углы. Это просто надо делать и пробовать, что из этого будет. То есть у Шумшука очень много информации по углам. То есть в этом сфере есть специалисты гораздо выше меня. То есть они сразу скажут какой угол должен быть и так далее. Даже наши строители пирамид там можно их спросить просто и они этот угол точно скажут, потому что там все вычислено. в данном случае биогенетерическую теплицу сделать очень просто. Мы по центру ставим просто столб. Только кстати у вас там сделан, просто у вас негатив грин не набран. А где там? Вот недалеко от озера через дорогу. А, на родном поле? Да, там очень хорошо сделали. Там буквально чуть-чуть доделать там такая теплица биогенетерическая получится. Там никакое не место сбора. великолепные питомни. То есть эта информация она прошла и у вас и у меня параллельно. просто я ее через Абрагима Карима пропустил. Вот когда где-то сверху попросили сделай пожалуйста такую теплицу. Вот и все. Мы ставим здесь столб и на этот столб ставим вот сразу вот эту шапочку. То есть вот у нас будет столб по центру. Так. сразу ставим вот СБ просто сделал двойной СБ вырезал круг покрасил сверху краской и поставил центр пирамиды. Значит дальше мы отмеряем круг нужный и просто берем этот пропорция с этим же правильным кругом шире да шире пропорции значит мы берем у вас здесь только березок этих мелких можно расставлять у вас это очень дешево получится да тут и ель та же самая спокойная сосна есть то есть не имеет значения материалов материала хватает вот и вкопали и теперь мы просто сороковкой доской соединяем их вот так вот получается очень дешевая эта теплица самая дешевая вообще которую можно только придумать эта теплица очень крепкая потому что когда основание сгниют она держится сама собой она не падает ей просто не упасть потому что она сама конструкция ее держит ей не завалится никуда так если прямоугольная теплица она завалится моментально потому что у нее нет внутреннего каркаса то это не заваливается вообще это совершенно все она очень долгоиграющая теплица и здесь нам остается просто подшить доски под СБ подшить и сделать просто крышу вот мы подшиваем доски сюда то есть мы делаем апромакси апромакси апроксимационную фигуру тогда какой высоты должны быть вот эти вот опоры чтобы вам было здесь очень комфортно достаточно высокие чтобы вам можно было это теплица место отдыха место отдыха это не инкубатор по вращению растений это ваше место отдыха где вы будете набираться энергии я сейчас это разрисую то есть она даже аккумулирует эту энергетику у меня здесь поставлено кресло я здесь читаю книжки я здесь смотрю на заходящее солнце я просто здесь прихожу всегда это настолько удачная теплица в том числе друзей сюда вожу чтобы они почувствовали потому что когда входите в эту теплицу у вас как аж кожа раздувается то есть можно ли такое сказать вы шли как наполнились выходите из теплицы так сразу вот так вот аж видно как сдувается все так другая совершенно энергия даже с открытой дверью вы находитесь в теплице вот так вот вы выходите сразу холодный северный ветер сразу там настолько микроклимат создается он даже не зависит от открытой двери или закрытой в частности в такой теплице я даже не думаю вовремя я ее там открою не вовремя я ее открою ей все равно у нее там собственный совершенно микроклимат вот здесь я поставил окна старые выброшенные окна со свалки то есть у меня там сбербанк менял окна на свои пластиковые бронированные и они мне отдали все окна которые были у них там у меня были такие штабеля окон я просто вот сюда вставлял эти огромные банковские окна вот и эту мою конструкцию увидел один серьезный предприниматель там свельска соседнего города и он мне написал Владислав говорит да ты что это же у тебя северный вегетарий построен вместо вот этих твоих одиночных стекол я сейчас поставлю профиль с двойным стеклом пластиковый и у меня вегетарий на всю зиму это же говорит просто супер он позвонил директору завода пластиковых окон в Архангельске и вот я уехал на фестиваль просто они собрались в это время ехать ко мне просто смотреть конструкцию чтобы сделать пробный образец и выставить уже у них в Вильске там большая площадка есть они хотят просто поставить это как вегетарий в этом году пробные варианты в следующем году просто на поток пускать они были восхищены просто этой теплицей то что у меня получилось хотя я собрал просто из брюнышек из убороженных церков ну да и во все эти основы то не посвящали их нет я ему так порассказал в принципе он очень мудрый человек он содержит производство биогумуса в Вильске большое то есть он любит вот эти все штуки вот и он восхищен был тем что получилось потому что эта теплица на самом деле это вегетарий то есть как я ее расположил значит здесь я просто подшиваю доски и вот здесь возникнет расстояние между вот этой доской и поликарбонатом то есть я взял поликарбонат 6 метровый разрезал его вот так вот у меня получились лепестки так вот получилось 4 лепестка 6 метрового поликарбоната ну у меня размеры просто были так подобраны и вот и потом вы это зашиваете вот этими лепестками поликарбоната вот так вот отдельно теплица великолепнейше выдерживает силовые нагрузки снег с нее просто при первой же удобной при первой же оттепели сразу же слетает она сбрасывает снег моментально часть она закрывается это усб она сверху доски подшиты снизу и покрашены и покрашены ну да потому что опять же атмосфера осадки то есть мы вот здесь имеем у нас соответственно усеченный конус если там будут еще углы рассчитаны так там вообще будет такое просто что даже в моей теплице очень долго находиться трудно потому что перебор энергии идет потому что на hogar когда есть железо прописано и сердце это muod arrive и россиян никому еще будет другой цвет они становятся изумрудно-зелеными такими очень сильными изумрудно-зелеными это вот свет который как раз кинорохло говорит что вот ориентируйтесь что если такой цвет пошел значит все нормально значит процесс идет эта теплица у меня сверху если посмотреть она сделана так вот этот стоп ну так скажем на столбы расположены по кругу вот у этой теплицы есть северная сторона эту северную сторону мы зашиваем соответственно usb ну если применяете usb и очень хорошо если проложить что-то утеплитель какой-то то есть то есть северную сторону очень хорошо закрыть вот если вы делаете просто круглую теплицу в более дешевом варианте в более дорогом варианте вы с стороны просто пристраиваете четверятник это может быть сара это может быть червятник он просто вот здесь вот тут же пристроен как часть конструкции и он закрывает весь север все северные ветра и так далее утепляет до если это будет в севере то у вас будет соответственно вход примерно вот так вот и вход здесь то есть там не будет в теплицу с указана входа здесь вы содержите Можете червятник, можете просто там инструмент, можете что угодно У меня здесь утеплено Очень хорошо, если просто листами жести зашить Они дают очень большое количество тепла Здесь стоят бочки У меня здесь стоят две бочки Там в одной я квашу траву с помощью эмок Другая стоит с водой И третья бочка у меня стоит поднятая на капельный полив А растения у меня растут по кругу в этой теплице По кругу у меня растут растения И соответственно с этой бочки проведен капельный полив Мне поливать не надо, я раз в 4 дня закачиваю бочку и все Здесь у меня стоит кран, с которого все моют руки Через который я завожу шланг Я просто шланг одеваю сюда на капельный полив И он у меня прочищает все трубы капельного полива И наполняет бочку сразу же Ну там хитро сделано Здесь у меня сделано еще, конечно, еще хитрее То есть у меня стоит двойная система Здесь одна на капельный полив идет труба А вторая труба идет на капельное решение для червей Здесь у меня стоит большой чан с червями И эти черви сверху поливаются Чан весь стоит на большой ванне Была такая ванна стандартная Для того, чтобы в ней обливаться с краном И у меня капельный полив проливает червей Стекает сюда вниз ванны И потом здесь у меня стоит рассада Такой большой лоток с рассадой стоит Эта вода потом поступает к корням рассады И у меня рассада вся стоит, проливается Просто свермечаем от червей Прямо так Прямо так она проливается Но это уже и вот те хитрюшки Которые можно еще установить Здесь, ну вот если вот это север, юг Запад, восток Самая теплая, самая сильная энергия Идет, конечно, с запада Поэтому у меня здесь на запад стоит кресло Очень удобное Вот, в котором я просто размышляю о жизни Отдыхаю И вот смотрю на западное солнце Которое у меня светило Ну, позволяет, нет залесенности, да, ничего? Да, и эта теплица получается Значит, у вас будут расходы Единственное, на поликарбонат То есть мне потребовалось 4 листа поликарбоната 4 листа, ну сколько он сейчас стоит Можно посчитать стоимость Все, остальное у меня бросаем материалом То есть это ваша береза Тут, ну, на досочке, на сороковочку Еще придется чуть-чуть раскошелиться И все стекла, что найдете То есть можно даже вот Какие стекла есть, так и располагать бревнышки То есть просто, чтобы они стекло зажали Полностью зажалось А тот же самый поликарбонат Между бревнышками Самый дешевый вариант Это взять, значит, гофрированную пленку И просто вот растягивать вдоль и все Это вот усиленная пленка, да, которая? Да, да, да Что здесь еще важно? Можно и не усиленную, можно и обычную пленку Просто что стекла это вечно И стекла очень хорошо ветровую нагрузку держат Они ветер вообще не пускают Вот, поэтому в теплице важно Вот, когда вы там находитесь, для глаза Чтобы глаз мог посмотреть вблизь и в бесконечность Так зрачок расслабляется Если вы находитесь в теплице в замкнутом пространстве Где вам в бесконечность не посмотреть Там не отдохнуть Вот, поэтому надо хотя бы вот одно большое окно На запад иметь На запад Да Потому что юг будет высоко На юге вы солнце не видите Но когда оно садится Вот там очень хорошо То есть там сделайте большое окно На эту сторону И тогда это уже будет великолепное место отдыха Ну вот так вот, много рекомендаций уже, интересно Но это вот усеченный конус, да? Это обязательно усеченный конус Ни в коем случае не вот этот конус Потому что иначе сверху энергия космическая не пойдет Растения не получат этой космической энергии И вы получите еще пробивание негатив-грином Под центром теплицы Что совсем нехорошо То же самое вот с пирамидой Если вы делаете пирамиду То можно такую теплицу сделать Нужно будет сделать усеченную пирамиду Выдержать, соответственно, углы Опять же, углы, которые нужны растениям Для хорошего роста Там они не факт, что будут те, которые обычно делают Потому что пирамиды, которые делали в Египте Они для других целей служили Там с этим углом еще небольшой вопрос Эти же углы оставлять То есть там 15 с чем-то градусов Ну тут, конечно, неудобно Вот с этими западалыми углами Нет, если будет усеченное То не надо делать этих углов Эти углы делаются как раз С пирамиды с вершины Если пирамида с вершины То мы должны негатив-грин убрать на стороны Если будет усеченно То у нас спокойно энергия проходит У нас дисбаланса энергии не возникает Вот А в этой теплице, соответственно, у вас будут столбы С этих сторон Вот И теплица будет неустойчива Вот так Она будет Когда подгнивают, она будет заваливаться То есть Эту конструкцию укреплять вообще не надо Она сама себе держит Куда бы они не заваливались Она будет просто держать угол Ну то есть, Владислав, все уже просчитано Да, самое оптимальное Чтобы лишний раз свет Не нужно ориентировать по сторонам света Не нужно укреплять как-то Не нужно думать Что вот этому растению хватит света А этому не хватит света У нее такая конструкция Что там света просто одинаково всем И этот свет проходит по теплице всегда Независимо от углов То есть он освещает все очень равномерно То есть это настолько удачная конструкция И я вот просто, когда ее делал У меня как будто вот сверху Прям голос Теперь сделай это Теперь тебе нужно сделать это Теперь доведи это Теперь вот сделай так Сделай так И я когда посмотрел Я так подумал Я бы такое ни за что не сделал Это вообще не я делал Ну как проводник Да, это чисто было в состоянии Чтобы здесь Да, это чисто было в состоянии Сотворить Ну а вот в дальнейшем Вот сфера или полукруг Как делают же вот эти вот сферные доматы Я сегодня был в контакте Да, геодезические конструкции У вас посмотрел, да Там конструкцию Да, да, да То есть с этими конструкциями Придется уже гораздо серьезнее играть Потому что здесь придется делать Хитрые вершинки всякие Придется делать хитрые искажения Вот потом Эти конструкции неудобны чем? Эти конструкции неудобны тем Что когда вы берете Вот это вот У вас все Весь конденсат будет стекать По столбам и на теплицу В этой теплице Это все здесь И поликарбонат вот здесь То есть Весь дождь спокойно стекает себе За теплицу Он теплицу саму не трогает Она все время сухая Вот Эти конструкции Они не позволяют Вот так вот отыграть Очень хорошо У вас потечет сюда То есть вам нужно будет делать Обязательно козырьки Какие-то дополнительные Чтобы дождь убрать И это уже непрактично Просто непрактично Понял Вот страница Вконтакте страничка Увидел вот эту фотографию Полусферы Каркас ее И уже обнесенный Там пленка Или еще чем-то То есть это где-то взято После интернета Или сами уже старались сделать А я не помню Честно говоря Честно Может что-то старое Может быть Видимо Ладно Ну самое главное Я понимаю Что уже Все мелочи Вот эти просчитаны И самое главное Вот этот Ущищенный конус Это можно уже Посмотреть все на фотоаппарате То есть я там Все фотографировал Как растения растут Как теплица Да Мы сейчас это сделаем Но по теплицам Данное все Да А вот Отсюда То есть в теплице Здесь уже Заложены Активаторы Заложены Ормос минералы Да Естественно Соответственно Я проливаю Все это Акаче Проливаю Это все Хлореллой В червей Очень много В теплице Значит Помидоры у меня Стоят Значит Сверху Замульчировано Просто Не опилками А стружкой Крупной Потому что Прошлые годы Я мульчировал Травой И слизни Очень любят В этой траве жить Потом они лезут На помидоры Они там Кучу вкуснейших Помидоров У меня в прошлом году Надкусили Вот Поэтому В этом году Я Когда Эмки съедят Траву Я ее Выгружаю Сюда Но я сверху Обязательно Засыпаю Значит Деревянными Опилками Потому что Слизни не любят Опилок Они уже не лезут Вот А одна женщина Еще Вот Здесь предложила Мне использовать Бархатцы То есть Слизни очень любят Бархатцев И садить Бархатцы Между помидорами Интересный вариант Я попробую Еще цветов Между помидорами Насадить Вот Ну да Вариант интересный Мы на основном Семинаре Там вопрос Задавали Такой Как если ветки Вот эти вот Перемалывать Есть сейчас Аппарат Который Да-да-да-да То что Андрей Завелок Показывал Да-да-да И сыпать Вот Их Так как там И микроорганизмы Какие-то есть Да-да-да-да Например Если спалится Веточка То там соответственно Еще соки Вот эти вот Все есть Тянутся Они что же Скорейшему Ну здесь уже можно Свобода творчества Огромна Смотреть Главное Чтобы были Заложен Активатор И ормус минералы И все И теперь Напускаем туда Микроорганизмов Каких угодно Чтобы они ели камни Чтобы ормус элементы Выделяли Также здесь И Растение Создавало Очень мощное Плотное Тонкое тело Конструкция Создана Набирает Энергии Мы измеряем Огромные Брикс уровни По таблицам Риэмса И это продукт Которым Мы просто Противопоставляем Корпорациям И наш продукт Многократно Многократно Полезнее Многократно Вкуснее Все Я прекрасно Понял То что Мы вчера Проходили И плюс Вот эти Биогеометрические Правильно Или как они Называются Биогеометрические Фигуры Теплицы Они Созданы Для того Чтобы наполнялись Тонкие тела Растений Энергетикой Впитывали В себя Энергия Со всех сторон Она через крышу Придет И как избежать Самое главное Негатив Грин Это понятно Еще такой вопрос Те самые Камни Налит Которые оканчиваются Они же тоже Здесь могут быть Просыпаны Как отдельно Они будут Долгоиграющие На много лет То есть Вы засыпаете И На циолит Например Они говорят Что 5-6 лет Хватает Одной засыпке Камней Все Их просыпали И микробы Будут спокойно Есть 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 И самое главное Они будут Выделять Ормус элементы И редкоземельные Элементы Редкоземельные Элементы Можно получить Практически Только с камней Редкоземельные Элементы Используются Как катализаторы Очень большого Количества Очень тонких Химических реакций Именно на Создание Очень высоких Брикс уровней То есть Без редкоземельных Элементов Без катализаторов На высокий Брикс уровень Нам не выйти Да Вчера мы Это тоже Объясняли Все Ну я Как спросил По отдельности Использование Этих еще камней Плюсом Мы тогда же Поднимали Вы поговорили Что они даже Отдельно Начинают влиять Мы делаем Активатор Который у нас Будет просто Преобразовывать Землю То есть Вот этот Даже в песок Активатор Смешиваем В песком И все Они начнут работать У них Лишь бы была Мульча сверху Органика Которую Они будут Уже забирать В этот песок И с помощью Активатора Солома Подходит Например Перепрекция Трава Скошена Использовать эмки То есть Заливаете эмки В бочки В большие Травы у вас Здесь немерено Просто Здесь можно Выкачивать Тоннами Эту траву Загружать в бочки Эмки будут Ее съедать До состояния Этой каши И эту кашу Просто кладете Уже Разбрасываете Орму с камня Кладете сверху Эту кашу И закрываете Главное Эту кашу Закрыть Сверху мульчой Сверху мульчой Да Чтобы эта каша Не высыхала И все Вот здесь Такое плодородие создаете Я в следующий раз Уже Приеду на фестиваль И тут Будут со своих Родовых поместья Вкуснейшие Овощи Продаваться Ну вот Мы все это будем Осваивать И распространять Распространять Да Людям Жителям Поселений Соответственно Чтобы они все это делали И когда мы все вместе Все это выставим И задаем Вот Благодарю Владислав Все тогда Заканчиваем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому